Эта история Леонида Млечина для тех, кому небезразлична наше прошлое. По-моему, уже только президенты удивляются тому, что их подслушивают и что за ними подсматривают. Все остальные сознают, что современные технологии не позволяют нам оставаться в одиночестве уже ни на минуту. На самом деле, вся эта система существует давно, и мы сейчас по истории этой системы пройдемся. А последним, кто поразился, стал президент Сербии Александр Вутич, который выяснил, что подчиненный ему Министерство внутренних дел подслушивал его разговор, его и его родственников. Ну, офицеры МВД оправдались тем, что у них была оперативная информация, что мафия охотится за президентом, что его хотят убить, и уже найдена винтовка, из которой собирались стрелять. Ну, это напоминает истории советского времени, когда, скажем, было запрещено вести оперативную деятельность в отношении работников партийного аппарата. То есть, их нельзя было подслушивать. Ну, и всегда можно было подслушивать тех, с кем они разговаривали по телефону. Так что любой запрет можно было обойти. На самом деле, подслушка началась еще в годы войны, о чем почти никто не подозревал. А выяснилось это в 1953 году, когда летом арестовали Берию, министра внутренних дел, созвали пленом ЦК, и там партийному руководству страны стали рассказывать о том, чем он занимался, и в частности, руководители партии и правительства рассказали, что их давно уже подслушивают. Рассказал об этом глава правительства Георгий Максимилианович Маленков и секретарь ЦК партии Никита Сергеевич Хрущев. Тогда же выяснилось, что подслушивали и видных советских полководцев с военных лет. Скажем, подслушивали разговоры маршала Ворошилова, бывшего наркома обороны, потому что Сталин в нем разочаровался. Маршала Тимошенко, другого бывшего наркома обороны, потому что Сталин тоже в нем разочаровался. Занимался этим генерал-полковник Богдан Захарович Кабулов, первый заместитель министра госбезопасности, один из главных помощников Берии, привезенный им еще из Тбилиси. Об этом мало кто подозревал, поэтому не опасались. Подслушивание, прослушивание, записи телефонных разговоров сыграли роковую роль в истории одного известного военачальника, генерала Василия Гордова, героя Советского Союза, одного из тех, кто оборонял Сталинград. Он был человеком неравнодушным и искренним, поскольку потом, когда его реабилитировали, вскрыли эти материалы и стали известны, обнародовали записи подслушанных разговоров его с женой, он жене говорил, что меня погубило, что меня избрали депутатом Верховного Совета. А он командовал послевойной округом, его сделали депутатом. И я поехал по деревням и увидел, до чего Сталин страну довел. Его прослушивали эти разговоры, прослушивали дома. Потом, когда он приезжал в Москву, останавливался в гостинице «Москва», в старом том еще здании. Там, видимо, были номера с техническими средствами контроля. Туда приходили его бывшие сослуживцы, генерал Рыбальченко, бывший маршал Кулик, тоже впавший у Сталина, в опалу. Они откровенно высказывались о том, что происходило. И это легло в основу материала в дело, и всех троих расстреляли. Еще раз скажу, никто не подозревал, что технику уже позволяет прослушивать. Мне рассказывал один известный историк, Яков Якович Эйтингер, профессор. Он был сыном известнейшего врача Якова Эйтингера, которого арестовал министр госбезопасности Абаков. Потом из этого дела вырастет дело врачей. И арестовали отца профессора и его сына, который тогда еще был студентом. И вот Яков Якович мне рассказывает, значит, допрос. Следователь достает из дела бумагу и зачитывает. Такого-то числа вы с отцом вот так вот отозвались о товарище Сталине. И профессор мне говорит, я обмер, потому что я точно помню, что в тот день у нас в квартире кроме нас с отцом никого не было. О том, что существует техника прослушивания, он даже не подозревал. Но потом это стало известно, и руководители партии и правительства стали вести себя значительно осторожнее. Хотя вот существовала система правительственной связи, и городской, и междугородней ВЧ-связи. И создавалась эта система для того, чтобы избежать прослушивания. Но абсолютно никто, в том числе главный создатель этой системы, Сталин, в это совершенно не верил. Потому что на самом деле такие возможности были. Когда в октябре 1964 года собрались снимать Никита Сергеевича Хрущева, то решили как. Так, все участники забора были в Москве, а Никита Сергеевич проводил положенный ему отпуск на Писунте. И его решили вызвать в Москву. Они рассуждали так, он приедет на заседание президиума ЦК, ни к чему не подготовлен, тут же мы предъявим ему все обвинения и снимем с должности. Ну и важно было убедиться в том, что Никита Сергеевич ни о чем не подозревает, и не пытается никакой контр-игры вести. Для этого они решили накануне его приезда прослушивать его телефонный разговор. Представителем Комитета госбезопасности был тогда Владимир Владимирович Семичастный, молодой человек, участвовавший в этом загоре. Без председателя КГБ все это было невозможно. Он вызвал к себе одного из своих подчиненных, заместитель начальника управления правительственной связи, и сказал так, нам нужно слушать, о чем к Никиту Сергеевичу будут звонить люди, о чем они будут говорить. На что заместитель начальника управления, непосвященный в заговор, сказал, что это невозможно, это запрещено. А что можно, спросил Семичастный. Он говорит, а что нужно, товарищ председатель? Он говорит, ну понимаешь, там могут какие-то разные люди звонить, Никиту Сергеевичу, мы должны знать, кто к нему пристает. А это сказал руководитель управления правительственной связи, вполне возможно. Что же делать? Ну, ВЧС связь осуществлялась через коммутатор. Система была такой, во всяком случае в советские времена, такой большой телефон с советским гербом, с наборным диском. Ты снимаешь трубку, набираешь номер и соединяешься с нужным оппонентом. Но так на самом деле никто не делал. Снимали трубку и говорили, мой номер такой, ты прошу соединить меня, скажем, с Тбилиси. Вешаешь трубку, через какое-то время тебе звонит дежурный коммутатор, сообщает, Тбилиси. И ты говоришь, соедините меня с первым секретарем ЦК. То есть, а там соединяющий тебя оператор записывает, звонил абонент такой-то, такому-то, время точно указывает. Вот звонки на Пицунду шли через коммутатор Тбилиси, коммутатор Тбилиси отключили, соединяли через Москву, и там, естественно, все знали, кто звонит Никита Сергеевича Хрущеву и с кем, когда он разговаривал. Но они убедились в том, что Никита Сергеевич никому не звонил, никакой контрыгры не пытался организовать, и заговор благополучно завершился, Никита Сергеевича сняли. Высшие чиновники советские всегда думали о том, что их подслушивают. Я помню это хорошо и читал потом в воспоминаниях, скажем, многолетний член Политбюро, первый секретарь Московского горкома партии, Виктор Васильевич Гришин, в своих воспоминаниях писал о том, что они все знали, что их подслушивают, думали об этом, знали, что Андропов этим занимается, и еще Андропов, говорит, нам жаловался, что вот у меня девушки сидят на прослушивании, они такие слова слышат, просто ужасно, говорят, что себе люди позволяют говорить. Я помню, что в советские времена высшие руководители, если им нужно было с пришедшим посетителем что-то обсудить, то они отходили в дальний угол, в дальний от батареи телефонов угол, и там о чем-то говорили. Один из крупных партийных работников, Нейль Бекелин, потом стали главным редактором журнала «Коммунист», рассказывал мне, как он по служебному телефону в Барате ЦК партии работал, нехорошо отозвался об одном из секретарей ЦК, и испугался, говорит, я же понял, сейчас записали ж наверняка мой разговор, что со мной будет. Побежал советоваться к бывшему помощнику Хрущева, Шуйскому, его звали Боярин Шуйский, такому человеку очень опытному, тот выслушал Бекенина, подумал и говорит, так, запись твоего разговора понесут к такому-то, а он этого о ком-то и сказал терпеть не может, что он скажет, нам такие резкие люди нужны. Нельзя было, вот это было смертельно опасно, отзываться о генеральном секретаре, Леониде Ильича Брежнева. Если тот, за кем присматривали, кого прослушивали, нехорошо отзывался о генеральном, то расшифровка беседы прекращалась, и запись несли председателю комитета госбезопасности, ну, в данном случае Юрию Владимировичу Андропу, который сам слушал и принимал решение. Либо он сам мог сделать что-то с слишком откровенным человеком, либо ехал в центральный комитет. Я знаю минимум две такие истории, когда одного видного журналиста лишили должности, причем делался это руками заведующего отделом пропаганды, которому ничего не сказали, который не знал, в чем суть претензий, и он этому журналисту говорил, вы виновны перед партией, вот сами сознайтесь во всем. Лишенный любимой работы человек написал, ну, понимая механизмы советской жизни, написал письмо в Комитет государственной безопасности, что, может быть, у вас есть какие-то ко мне претензии. Его пригласили в комитет, и генерал сказал, у Комитета государственной безопасности не было, нет, и мы уверены, не будет к вам никаких претензий, работайте спокойно. А потом, когда власть сменилась, генеральным секретарем стал Константин Усть-Иванович Черненко, то один из его помощников заинтересовался этим делом, выяснилось, оказывается, записали разговор этого журналиста с одним опальным партийным работником. И в разговоре эта журналист взволнованно говорила и о войне в Афганистане, и о том, что Брежнев уже в тяжелом состоянии, о том, как стыдно за происходящее. Ну вот, за нехорошие слова Леонида Ильича его лишили любимой работы. Поэтому большинство людей это помнило. У меня был большой разговор с Егором Кузьмичем Легачевым, который в какой-то момент при Горбачеве стал вторым человеком в партии. Я его спрашивал, говорю, а вот вы как считали, вас прослушивали или нет? Он говорит, конечно, я исходил из этого. Видимо, так и было. Потому что, говорит, какая-то власть менялась, мне какую-то аппаратуру из квартиры вынесли. Я говорю, как вы себя ощущали? А никак, сказал мне Егор Кузьмич. А я по телефону никаких разговоров, за которые потом было бы стыдно или что-то такое, никогда не вел. То есть, он исходил из того, что его всегда могут послушать, и надо это иметь в виду. И большинство людей так и поступало. Были списки, как я понимаю, тех, за кем полагалось присматривать. Мне рассказывал об этом очень видный партийный работник, Василий Иванович Другов. Он дослужился до поста первого заместителя заведующего отделом административных органов ЦК КПСС. А это отдел, который курировал Комитет госбезопасности, Министерство внутренних дел, все правоохранительные органы и вооруженные силы. Другов был что-то такой нерубкого десятка. Войну все прошло, генеральских погонах. В какой-то момент его из ЦК партии отправили на укрепление Министерства внутренних дел. Он говорит, ну, я сел в кабинете, стал звонить по телефону, и сразу понял, что меня прослушат. Ну, я позвонил начальнику третьего управления Комитета госбезопасности, который курировал наш министер, сказал, ты чего? Я не в этом списке. Он говорит, хорошо, хорошо, мы тебя отключим. Но, видимо, не все верили, что их отключают, потому что сам Юрий Владимирович Андроп. Когда его в 1982 году Леонид Ильич Брежнев из КГБ перевел в аппарат ЦК партии, судя по всему, опасался, что бывшие подчиненные и его прослушивают. Во всяком случае, об этом рассказывал Валентин Михайлович Фалин, близкий к Андропову, что Андропов опасался, это с опаской смотрел, на эту огромную батарею телефонов, которая ему полагалась, как секретарю ЦК. Юрий Владимирович очень серьезно к этому относился. Когда он стал председателем КГБ, то отдел, который занимался техническим контролем, входил в состав оперативно-технического управления. Андропов вывел его из подчинения управления, создал самостоятельный 12-й отдел, который подчинил себе. А председателю КГБ подчинялись только внешняя разведка, ну, ключевая служба, и 9-е управление охрана высших чиновников государства, и 12-й отдел. То есть Юрий Владимирович очень серьезно относился к возможностям технического контроля и сменил руководителя, потому что всем техническими делами занялся такой Атар Гацеридзе, бывший комсомольский работник, близкий к Александру Николаевичу Шелепину, члену Политбюро, которого считали соперником Брежнева. Андропов заменил его на своего личного секретаря Плеханова, который стал потом генералом. Относился к этому делу очень и очень серьезно. Когда три десятилетия назад изменилась судьба нашей страны, то Комитет государственной безопасности, если вы помните, разделили на несколько ведомств, и в Новой России появилось сразу несколько спецслужб, наделенных правом вести оперативно-техническую работу. И тогда, вот люди моего поколения, точно помнят, в 90-е годы просто в газетах печатали, целые полосы были стенограммы подслушанных, телефонных и не только телефонных разговоров. Да еще, помимо профессионалов, этим занимались частные охранные структуры. Помните, была такая фирма Атол, которая принадлежала Березовскому. Она занималась тоже, как считают потом, профессионалы подслушиванием телефонных разговоров и не только телефонных. В слове, просто в газетах печатались беседы, причем подслушивались разговоры виднейших деятелей государства. Там, помню, какой-то первый заместитель председателя Совета Министров и так далее. Я в 90-е годы вел институтную программу, которая была не только историей посвящена, но и текущим делам. Брали мы на интервью помощников, президента, руководителей администрации. Помню, во время одного такого интервью я одного из руководителей тогдашней администрации спросил, говорю, вот сегодня в газете прочитал, что вы и ваши коллеги, когда обсуждают что-то серьезное, то никогда это вслух не говорят, а пишут на записках, обмениваются записками, а то мы их уничтожаем. Это правда. Он мне так удивленно посмотрел и говорит, а я всегда исхожу из того, что все мои разговоры могут быть подслушаны. И я запомнил, что четверть века прошла почти со временем этого разговора. Почему? Потому что многие мои коллеги-журналисты мечтали о политической деятельности, хотели стать депутатами, работали в исполнительной власти, а у меня такого темперамента никогда не было. И после этого разговора я подумал, что оно и к лучшему, потому что это все-таки очень такая странная жизнь, когда ты понимаешь, что тебя постоянно подслушают. Ну, впрочем, происходит это в самых разных странах. Я помню, какой был громкий скандал, когда выяснилось, что, скажем, в Германии подслушивали канцлера Ангелу Меркель, подслушивала Агентство национальной безопасности Соединенных Штатов. Причем у Ангела Меркель было несколько телефонов, в том числе один, как бы защищенный от прослушивания. То есть немецкая контрразведка думала, что он защищен от прослушивания, а для американских специалистов никакой новости не было. И Ангела Меркель несколько огорчилась. И помню, что ее предшественник на посту канцлера, один из ее предшественников, Гельмут Шмидт, человек, прошедший большую жизнь, сказал, ну что вы огорчаетесь, я всегда исходил из того, что меня прослужит. Ну, опытный был человек. Иногда возникали скандалы, скажем, премьер-министром Великобритании стал невероятно обаятельный политик Тони Блэр, который безумно нравился избирателям, а министром иностранных дел он взял Робина Кука, человек очень либеральных убеждений, который сделал для себя на посту министра несколько открытий. В Великобритании внешняя разведка МИ-6 подчиняется министру иностранных дел. Вот, когда Робин Кук собрался на какие-то первые переговоры, ему сотрудники разведки принесли всякие материалы о его будущем партнере на переговорах, в том числе и результаты подслушанных телефонных разговоров. И он поразился и возмутился, потому что он считал, что это невозможно. Речь шла о союзниках. Тогда Великобритания входила в Европейский Союз и союзниках по НАТО. Он считал, что союзников подслушивать нельзя и высказался на сей счет, и возник скандал, и все думали, что это прекратится, но, разумеется, не прекратился. А министр перестал быть министром, потому что он был человеком, ну, слишком свободных представлений о жизни, как секретарша, войдя в кабинет, обнаружил его с любимой женщиной на ковре. В общем, Робин Кук перестал быть министром, а практика подслушивания сохранилась и, видимо, будет сохраняться. И поэтому всем, кто занимается политикой, надо отдавать себе в этом отчет. Таков мир, в котором мы живем, можно было бы сказать, но на самом деле таков мир, в котором мы живем достаточно давно, о чем наши исторические изыскания нам и говорят. Поэтому мы впредь будем заниматься выяснением истории, которые очень много объясняют мне сегодняшним. Ну, чтобы не пропустить, ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь на мой канал в YouTube.